и смотрите тут как бы такая интересная история вообще наша душа ее можно ну если вот так нарисовать мы начертим круг один да такой внутренний круг там напишем душа да то есть это моя душа моя как личность душа я это я моя личность у нас как бы картина человек представляет из себя как грубо говоря слоеный пирог то есть бесы они человек ну душа человека бесы они слоями находятся у нас то есть вот так как как бы как бы грубо сказать то есть вот душа находится моя да моя я второе второй как бы круг слой да там находится тот та частичка меня когда я был поражен каким-то проклятием в детстве понимаете как бы то есть то клетка так то ген тот ген как бы до который которым я был в детстве допустим пережил какое-то проклятие вот это как бы второй слой идет третий слой это родовая нет это именно это именно как же слой это самое и вот так вот без они располагают и так третий слой это у нас получается как бы родовой проклятие то есть тот момент а тот ген как бы назвать его да так ли это память родовая которую приносит мой предок по роду то есть мать отец там бабушка дедушка так вот так вот тот то родовой проклятие которая пронизала бывает несколько родов и вошло в мою я вот это третий слой как получается через который действует без располагаются и наконец четвертый последний слой это тут вообще еще как бы сложнее такое это сформулировать это тот же я но переживаю ну это как бы некая моя вторая личность которая либо сопротивляется определенным вещам что касается христа вот ну вот как правило вот так вот тогда вот но это очень очень грубо там скажу вот из этих четырех слоев состоит вообще наша внутренняя часть то есть если и она в свою очередь как бы дробится на комнаты вот то есть нам очень важно вот эти проклятия проходить как бы комната за комнатой то есть включая да вот основные вот эти вещи мое детство потому что мы там ну там оно вообще оно реально не отделимо от нас вот это на это генетическая клетка памяти она присутствует в духовном мире вот это реально то же самое как наши те клетки которые нам делают нас похожими на родители вот точно такой же серьезной степени вот это я условно называю генетические клетки до памяти духовно они располагаются в нас память детства вот это вот родовое предков значит да вот ну вот 4 там этих аспект которые перечислил из каждой из них нужно разбираться каждый имеет свой слой демона буквально каждое то есть как бы сказать мы вот общая общались тоже так вот мы коснулись из того момента что насколько обезоруживают церкви те люди которые утверждают что как бы ну этого нету вообще не существует то есть это знаете мне все время напоминает эту историю там из мастера и маргариты когда там волан там оооо вот это да ну уж поверьте то что дьявол то есть там одно из как масть у склаева льюиса там в письмах баламутах там по моему так у него написано о том что да там самая ну с одной из высших наших достижений это то что они не верят они не верят что мы есть это вообще это супер особенно когда это смешано смистика с какими-то обрядами то что сейчас очень модная универсология там религия до которой там захватила сейчас там весь бомон там люди искусства там эстрады там это вот универсология там что гребенщиков вот там вот в каждом храме бог не важно не важно как ты называешь ему это чисто сатанизм и там религия сатанизма вот и вот допустим когда можно вспомнить йонг там и этот как же зигмунд фрейд да зигмунд фрейд два психолога там ну конечно которые в плане сумасшествия они очень интересно что они очень много об этом рассуждали там философы да на которых базируется сейчас но вот учение там в университетах там ну слушайте ну смешно люди реально которые были сумасшедшими то есть один там у нас фрейд он помешан на сексе вообще был там планка съехавший там на кухо то есть он там кокаинщик да да кокаинщик мало того то есть он сексуально озабоченный там был у него все его там принципе вещи которые он это было там об этом но между тем у них как бы то ни было у них такие и серьезные вещи по психологии там работы независимо от этого там до что они были очень вот который вот допустим сумасшествие там да то есть отклонение проявления сумасшествия да как никогда никому нельзя там идти в психушку чтобы изгонять бесов но это глупость это как бы чужая территория а бесы они вот я рассказывал вам тогда что на кладбищах там очень много без и это вообще то есть территории которой ну нельзя надо быть дураком чтобы туда идти там просто там чем-то какой-то заниматься какими-то вещами но что там очень много заражаются бесами но это часть только я не досказал то что принципе бесы даже больше стремятся не в людях там говорил даже для них это очень приятное место обиталища что они через нас через людей которые предаются блуду они наслаждаются там этим сексом там наркотиками пьянкой но они любят не меньше того захватывать территории то есть даже кто то есть там есть градации кто-то ну значит если не в человеке то бесу даже некоторым еще больше как бы как сказать там по кайфу что ли там захватывать территории когда вы туда приходят люди и попадают под эти проклятия то есть они не просто даже там тела там они постоянно имеют возможность там проклинать людей разными способами то есть люди находятся допустим я знаю такие примеры когда приходили люди там на психиатричку там пытались сгореть бесов и получали по полной программе проблем то есть нельзя приходить на территории которые есть заклятый посвященный демон то есть тут надо действовать строго по откровению строго как бы исходя из того что ты предназначен именно конкретно для этого действия ты знаешь можно как бы как этим вопросам заклятых территорий надо очень серьезно подходить даже много случаев там допустим когда церковь была все время в поражении то есть она не понимала когда почему нету просто почему нету движения почему вот то что там нету не двигается помазание как я приводил пример да это церковь лопнула там то есть очень часто случай оказывается связано что просто настолько в церквях многих относятся как бы халатно к тому что реально нужно территории освещать вот 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 это я часто слышу ну мы молимся там да еще еще бы как еще бы у нас не освещенное место там мы там постоянно молимся нет если на этой территории произошло какое-то серьезное противоправное в плане закона божьего действия там то оно нуждается в посвящении богу то есть в реальном действии реальной молитве когда священники молятся что разрушают проклятие на этом месте и посвящают его богу понимаете то есть это ну серьезные вещи после после таких действий очень часто у церквей происходили прорывы оказывалось потом бог открывал давал откровение кому-то там допустим излужители церкви том что там произошло реально там серьезная как бы очень демоническая история там связано либо с убийством либо там с колдовством там и с этим ничего не сделаешь кроме вот именно специальные покаяния на этом месте допустим да там церкви там она просила прощения в конкретный случай церковь просила прощения за то что там произошло там очень хорошая история да там предыдущая там церковь который собиралась в этом здании она была уехала в какое-то лжеучение там было связано вплоть до там какие-то колдовских ритуалов ну как бы христианская церковь но бывают такие случаи минут после того как они посвятили богу эту территорию церкви прошли пошли серьезно изменения там именно так и в нашей жизни там в семейной там это что такое семья это церковь да где если муж не священник да там если ты не выступаешь в этой функции как священник то ты уже семья она идет куда-то в кость то есть я не говорю сейчас пола каких-то половых признаков да там женщина или мужчина и о том что в первую очередь в семье глава муж дай мужу глава христос то есть муж является носителем как бы божьей славы скажем так да там через него в семью должно сходить помазание через него должно в семью он должен быть двигателем как бы движком этим да который заводится если этого нету это плохо как вот сказал допустим там однажды там бог ларсен да там мировой там да там очень один из самых сильных мировых экзорцистов скажу слушай ему женщина подошла и спрашивает я христианка ушел не делать вот у меня мужик там вообще не христианин ни разу что мне делать да и семейном до проклятие и еще и же семейном проклятие родовое родовое и еще какие два ну с теми мы потом будем это сложнее то есть это вы вы это как про бросовое внутрь а если как вот допустим четырехэтажного дома и там в каждом своей комнате пожалуйста не суть важно просто тут смысл в том что бесы располагаются вот так вот на этих вещах как бы слоя внутри демоны как правило они никогда по одному не приходят демоны всегда входят парами там компании там это то есть они вообще по одному не находятся в человеке вообще кого просто ну грубо говоря не бывает и у нас просто эти ниточки а так я не договорил и женщина подходит тут не могу не муж не христианин там и близко там а мы сексом занимаемся а как же так а как же весы от него ко мне там переходит там и чего там чем 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 да то есть но она он ее спрашивать то есть он что там изменять дать меня это за получается я там без умы ты вообще даже не разговаривать выгоняй подождите вот мы на прошлом я сейчас начинаю путаться мы на прошлом занятии все-таки пришли к выводу и вы подтвердили что если человек верующий придерживается божьих законов следует за крестом все таки его сердце занято и заполнено то никаких как таковых весах то есть какая-то охрана и защита от самого бога смотри если если хорошо мы имеем принцип всегда то есть основной принцип везде есть свои детали да то есть допустим как в этом случае если муж у тебя прелюбодей ты не должна спать все но при этом вот хорошо а если есть такая ситуация что жена мужу верит и вот но не хочет например у меня в семье у родителей было такое папа гулял налево направо а мама она просто вот ей приходили даже говорили об этом она настолько его любила и настолько слепо верила что это неправда что она даже это не принимала и таких женщин много но дело все в том что мне кажется что иисус же не зря говорит о том что вот смотри за собой прежде всего то есть он каждую личность рассматривает индивидуально и мы же каждый за себя несем ответ перед богом и в случае если я перед богом стою правильно и по описанию я верю своему мужу я люблю его я молюсь за него но это выбор моего мужа но тогда получается что мы богом вообще не защищены ни с каких сторон то есть ну смысл тогда вообще самоотверженно отдаваться целиком и полностью христу если от христа у нас нет никакой охраны и защиты и что мы вот просто как открытая книга из-за того что кто-то грешит это все переходит на нас где же определенный закон написано если он прелюбодействует ты становишься прелюбодейцем понимаешь все да это кстати дело в том что понимаешь если у тебя муж в соседней комнате колдовать будет неужели ты думал что ты последствий нет конечно но дело все в том что для того чтобы иметь факт даже той же измены ну конечно я же говорю что очень многие находятся в обманном состоянии когда мужья или жены все равно есть и женщины такие что я знала кучу что мужчина верный а женщина просто гулящие но они настолько с такими изъянами это все делали что комар носа бы не подточил это их как искусство шауляй какое-то но дело в том что здесь конечно оправдание нет и когда ты знаешь вот например пока я не знала что ну предыдущий мой муж мне изменял изменил мне не в чем было его обличить человек попал в беду вот например я за себя могу сказать да он не делал ничего плохого с одной стороны мне потому что он убил себя и я молчала я молилась я призывала человека богу ну когда я узнала конкретный факт конечно я встала и сказала что нет я не буду становиться под тебя ты мне не муж поэтому и написано библию что мы должны выходить за христиан вот и все а там уже конечно и в христианских семьях происходят разные вещи ты торопишься я самое главное там хочу обратить внимание да сейчас скажешь ты просто мне просто было интересно имеем ли мы вот правильно стоит когда мы правильно стоим перед богом ну я же не могу чужих бесов цеплять я имею ввиду то что мы лишены вообще охраны и защиты ну вот то есть если у нас есть контакт с человеком муж он изменил он где-то и пришел домой и то есть я ничем не защищена нет вот я как раз насчет этого и хотел тебе сказать что не надо делать такие выводы сразу что да нас бог ни от чего не хранит и так далее и тому подобное то есть но но знаешь я знаю прекрасно допустим что если ты с мужем одна плоть но никогда но не бывает такого что муж гуляет и жена это не чувствует просто не бывает если вы одна плоть как бы это сто процентов просто сто процентов если одно дело когда муж это делает открыто вот есть ну вот есть разные категории у меня масса примеров от моих знакомых где вот просто я вам еще раз говорю он даже повода не давал усомниться его верности но когда это все у меня родители вот когда вылезла что творил мой отец а моя мама она даже в мыслях не могла а он хороший прекрасный семьянин он любящий отец он обеспечивает семью он каждую ночь дома мы не мы не говорим сейчас о людях которые живут миру да если вы если ты говоришь что об охране христа да то мы должны тогда исходить из того что это люди которые если смотри женщина выходит замуж за них христианина то тем самым она подписывает определенный договор что я готова к тому что у меня будут проблемы в семье вот и все то есть мы даже рассуждать об этом принципе не здраво и нет смысла потому что она обвинять бога в том что ты живешь человеком который может тебя априори обманывать во всем и твою ложность это ну это само собой разумеется все а если у тебя муж христианин это же все происходило еще у людей как в миру ну это это можно христианские семьи которые смешно даже но так как одна плоть фактически это будет отражаться и на жене если это то есть ты этого не избежишь это однозначно то сюда не проклятие она будет на тебя переходить пока это все не вскроет господь и как-то это вот если ты будешь молиться и бросить а каких-то будешь чувствовать какие-то если духовный человек ты будешь все равно какие-то моменты быть он не заложится в кровать женщины со своей женой там по каким-то причинам отворачивается хотел бы еще сказать что совокупляющейся с блудницей становится да там когда познать и павел пишет что то есть одни были члены у христа и сделано членами блудницы то есть фактически если ты ложишься в постель с мужчиной который тебе изменяет но если тут будет ваша семья на муж там и он изменяет ты этого не знаешь то соответственно ты становишься ну как быть ты берешь отнимаешь члены у христа это духовные законы которые действуют независимо от того чтобы и проклятие она будет приходить жить то есть это ответственность все-таки обоих людей обоих сторон но ты никак не избежать это беда вот такая проклятье жизни у людей бывает что вот я например был в церкви где пастор со своей женой развелся я потом узнал что оказывается он уезжая в красная он давно что они давно уже не спят на разных кроватях что они спали и он уезжая в красноярск в баню с проститутками там ходил и для меня это было просто кошмарные какие-то реалии которые я вот просто увидел что человек занимаясь церковью он приезжает он служит он проповедует дерзновенные проповеди но он вот живет вот такие вот двойной такой жизнь для меня это было шоком я конечно разочаровывался очень много но это повлекло потом ну какие-то плачевные события в моей жизни что я как бы разочаровался вместо того чтобы смотреть на креста был повладенческий наивен неправильно разбился определенный момент но дело не в этом дело в том что это парк происходит законы покрова он естественно есть какому и церковь на воинствующие вот здесь мы видим какие-то вещи неправильно мы приходим да и мы это промаливаем это это также пастор должен добавиться чтобы есть какой-то нарушился закон это приехать вот этот проклятие нужно просто разрушать вот и все то есть нам дана власть до чего надо то есть вот эти моменты конечно прорабатываешь очищаться самим это очень и защита естественно вот мы смотрим как нашей жизни там эти дети мы служим а господь просто с нашими детьми чтобы с ними происходило неподбожий защиты естественно разные вещи сейчас и когда идет нарушение чего-то это нужно исправлять но будем говорить конкретно нарушение вот десяти заповеди это очень важнейшее значение там убивать там прелюбодист это ну как бы это просто перешагнуть через естество божие созданное то есть это будет иметь конечно тяжелейшие последствия во всем то есть такие браки вообще по сути дела они аннулируются то есть для бесов допустим когда ты имеешь секс допустим вот жене муж изменят он становится для весов как бы мужем в той женщины с которым изменяет понимаешь то есть для весов секс означает соединение как муж и жена и они получают права такие же понимаешь там то есть это это вообще это очень серьезные вещи поэтому я вообще-то тут как бы как тебе сказать я не то что тебе как бы в это ну не не в то что там ты задала вопрос но это не здраво обсуждать потому что есть как бы нет я смотри не здраво про что я говорю что не здраво как бы обсуждать моменты которые вне наших категорий то есть покров божий если ты даже ненароком человека убила да но ты все равно были раньше там как это я не совсем люблю это выражение как бы тут по-другому просто есть момент который ты как бы ты ты уже не женат с тобой что здесь понимаешь в этом случае да я я не оправдываю вообще супружеские измены для меня измена это вообще просто большая жирная точка вот паша знает что для меня вот личные отношения это настолько ценное настолько сокровенно поняла ты не поняла что я не веду я говорю что ты становишься мужем другой же то есть ты уже в духовном мире как бы не подвластен как муж со своей женой понимаешь ты уже не имеешь да надеюсь тут как бы обсуждать то что божий покров должен быть вообще ну как бы нереально понимаешь потому что я имею ввиду не то вот я как первый вопрос это задавала как если вдруг жена не знает а другой вариант то что если такой человек приходит здравомыслящий человек не продолжит эти отношения потому что никто не застрахован от того что это не повторится снова снова и снова это раз а во вторых вот эти вот личностные моменты они очень хрупкие и как бы восстановить доверие потом к человеку очень тяжело вот поэтому мне кажется что в библии описывается именно этот пример как повод для того что дается разводная правильно потому что собрать этот пазл воедино и склеить эти все осколки очень тяжело на этом почему дьявол и бьет именно по вот таким местам потому что они очень глубокий глубокий смысл имеет и очень глубоко ранят и это вот такие вот просто с ноги открытые двери которые просто потом закрыть надо просто проецировать все отношения в семье отношения в церкви то есть полностью там это одинаково совершенно во всех отношений в принципе мы брак он создан как только для того что там да не хорошо бы человеку одному но раз ты не один значит эту уже принцип церкви то есть все что не один это либо притягивать тебе бесов либо ангелов божих то есть либо бог когда человек не один для чего мы собрались его да там то есть уже когда я нахожусь не один я уже имею какие-то определенные совершаю там действия по жизни тогда включая тот или иной механизм и отношение мужа и жены это совершенно четко там песни песней до отражает там это в этом там полностью отражение там муж и жены христос и церковь да там возлюбленных так далее то есть осквернил ты себя в браке ты оскверняешь куда там в церкви там это разрушает что мне просто да мне просто было интересно что но когда супруг один знает об измене другого это конечно ну мы как христиане понимаешь что несется в духовном мире к нам мы конечно это должны пересекать отрезать отрубать или промаливать или там просто я даже не представляю как это можно искренне простить мне даже вот мне говорят да я его простила и вот продолжаю а у меня вот ну просто бунт какой-то я не понимаю как это можно сделать я не понимаю то есть я не понимаю как можно вот просто человек пошел поблудил пришел а я его простила одну и вот ну это вот знаете ассоциация помойного ведра но а другой то вариант есть действительно если какая-то вот незримая зацепка как защита ведь действительно и жена или муж они же могут просто какое-то время не знать об этом да потом это вскроется бог все тайное делает явным ничто не сокроется от его глаз но вот этот момент незнания второго супруга пусть даже чувствовать ты тоже начинаешь это со временем а не с первого раза если например другой вопрос если например кто-то из супругов изменил да и до того был измучен вот этим по совести до своей просто в совести он просто начал страдать из-за этого домучатся и пришел и как бы исповедался свое своему супругу или супруга вот как быть верующему человека стоит ли прощать или однозначно разводиться посмотри здесь мы включим два момента во первых начнем с того что любовь вообще это выбор то есть это решение полная пурга когда люди начинают крить говорить каких-то эмоциях я сегодня люблю завтра мне не нравится она постарела там уродливой стали что такое любовь это выбор решение то есть когда в браках идут скандалы это просто от того что человек или оба ли а как правило один это самолюбие то есть это гордость самолюбие это все это выбор что должно быть для меня я не хочу давать я хочу брать то есть любовь это как бы это не то что я там понимаешь я как бы вот ты мне встретилась и вот это это ну как бы это бесподобное там это что-то красивое такое жутко до красиво этом на этом вообще не должно как бы акцентироваться да там это выбор любить человека это выбор и когда все скандалы в семье все ссоры имеют под собой основание гордыни все самолюбие все так ты мне должна ты должна быть такой то там я знаю как бы очень вообще нехорошую историю там христианские когда я твой муж а ты вообще овца моего стада там понимаешь там это самое и слушайся что я тебе говорю как бы это вообще пурга галима если это но это источник весов унижение подавление как личности женщина это сама по себе это дочь господа она сама по себе имеет ценность глазах бога это не только муж и жена это брат и сестра в браке два человека это брат и сестра и муж каждый и каждая жена должна помнить то что вторая половина и это принадлежит господа и ты когда ты унижаешь свою жену или мужа ты унижаешь дочь господа ты свою святой сестру